МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости ННТ в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главном, что ждет вас сегодня в выпуске. А внимание опасное. МЧС предупреждает о возможности схода лавин в горах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект 100 школ в действии. Отремонтировано 117 образовательных учреждений по всей республике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Железная дорога и город. Одноименная выставка открылась в Дербенте. МЧС республики предупреждает об опасности схода лавин в горах выше полутора тысяч метров. Спасатели рекомендуют отказаться от дальних поездок и походов. Не выходить в горы, в снегопад и непогоду. Если вы все же оказались в горах, специалисты советуют наблюдать за изменениями погоды и избегать так называемых зон риска. Кадровые изменения в структуре правительства. Махач Амаров назначен на пост заместителя, руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал Владимир Васильев. Ранее эту позицию занимал Валерий Горнак, который освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Республика в текущем году получит из федерального бюджета 475 миллионов рублей на строительство противотуберкулезного диспансера со стационаром на 320 коек в Махачкале. Финансирование будет обеспечено в рамках государственной программы развития здравоохранения. Срок ввода в эксплуатацию объекта запланирован на 2021 год. В рамках проекта «100 школ» было отремонтировано 117 образовательных учреждений по всей республике. Перемены к лучшему произошли и в Хасавертовском районе. Татурбей-Калинской средней школе 35 лет. Капитального ремонта за все эти годы в здании не было. В рамках проекта удалось заменить систему отопления, напольное покрытие, отремонтировать санузел. Кроме того, старые навесы над входной дверью поменяли на новое крыльцо с пандусом. Наша школа, можно сказать, изменилась. Она стала очень красивой, светлой, опрятной. И спасибо им за то, что наши дети имеют возможность учиться в такой красивой школе уже с новым настроением. А в средней школе села Бабаюрт полностью заменили старые окна. Дополнительно приобрели отопительный котел, обновили плитку в коридорах и всю систему отопления. Школьный санузел располагался на улице. В рамках проекта удалось оборудовать помещения внутри здания под санузлы и утеплить их. Мы знаем, что проект продолжается. В этом году мы определили 4 школ, нашли 4 меценантов и будем участвовать в этом проекте тоже дальше. Около 120 лет назад между Махачкалой и Зербентом появилась железная дорога. Жизнь многих людей изменилась коренным образом. Теперь предметы быта и профессиональные инструменты машинистов и кондукторов, а также фоторепродукция представлены на выставке «Железная дорога и город» в доме Петра I. Подробности в сюжете Карины Баталовой. Здесь представлены старые фотографии Дербентского вокзала и его работников. Люди и места, которые увидишь теперь только на изображении. Это иная одежда, иные схемы пути и даже планы направления Дербентской ветки. Экспозиция охватывает дореволюционные и советские периоды. На нашей выставке представлены экспозиции с музея Махачкалы, музея истории Махачкалы и экспонаты нашего Дербентского железнодорожного музея. 25 октября 1898 года в час и 20 минут по полудню первый пассажирский поезд промчался через Дербент. За это время сменилось не одно поколение железнодорожников, но каждый работник вписывал собственную страницу в историю Дербентской железной дороги. В Дербенте я работал дежурным по станции, дежурным по парку, заведующим грузового двора, инженером станции. Потом последние 27 лет непрерывно работал я начальником железнодорожной станции возле Дербента Араблинский. Организация выставки – это огромная работа. Спасибо инициаторам, отделу культуры. На выставке также присутствовали учащиеся железнодорожного колледжа Дербента, которым только предстоит пройти через весь этот нелегкий, но интересный путь. Я еще с детства мечтал заняться железнодорогой, всегда играл железнодорогой. Я понял, что железнодорога является основой всей экономики страны, каждой страны, и без железнодороги тяжело представить нашу современность. Посетители выставки также смогли насладиться оперным пением и зажигательной лесгинкой в исполнении профессиональных танцоров. А для юных жителей города провели мастер-класс по изготовлению вагончиков своими руками. Карина Баталова, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Дербент. День российской науки прошел накануне. Профессиональный праздник докторов наук, профессоров, доцентов и научных сотрудников различных кафедр. Интересные разработки наших ученых увидела наш корреспондент Луиза Раджабова. Смотрим ее сюжет из ДНСРАН. Это будет чуть громко. О том, что научный эксперимент будет сопровождаться громким звуком, нас предупреждают сразу. Здесь, в Центре высоких технологий и наноструктур Института физики, ведутся не только фундаментальные исследования, но и работы, направленные на скорейшее внедрение полученных результатов. Вот мы все знаете, что такое ЖК-монитор. Ну, скажем так, телевизор, ваш мобильный телефон, вот ваш смартфон. У него есть несколько слоев. Ну, вам это не обязательно, главное, чтобы хорошо звонил. Но, в принципе, по сути, он состоит из многослойной сэндвич-структуры. Они должны быть прозрачные, во-первых, потому что вы должны видеть ту картинку, которая формируется. Но в то же время, для того, чтобы эта картинка формировалась, они должны проводить электрический ток. Вот вам пример вот такого покрытия, который разрабатывался здесь. Это один из возможных функциональных слоев. Видите, оно прозрачное, достаточно прозрачное стекло. Но в то же время, видно, там небольшое покрытие имеется. Это покрытие проводит электрический ток на уровне хороших проводящих металлов. Эти порошковые материалы отличаются высокой удельной поверхностью и, как следствие, уникальными химическими и физическими свойствами. Они могут быть использованы в качестве основы при изготовлении композиционных материалов различного назначения. То есть, они позволяют снижать тепловую нагрузку на помещение. Летом они снижают нагрузку для кондиционеров, потому что препятствуют поступлению тепла снаружи. А зимой обратно работают как тепловое зеркало, отражая внутреннее тепло и не позволяя ему выходить наружу. А вот в этом отделе ДНС работают над учебниками по истории Дагестана. Отдельные книги издавались в 90-е и несколько позже. Но весь период, начиная с древних времен, до наших дней охвачен не был. Эту проблему решил Институт истории, археологии и этнографии, где авторский коллектив из шести человек уже завершил написание пяти учебников – шестого по десятый класс. То есть, впервые созданы книги, где изложена вся история Дагестана. Мы, авторы, подбирали иллюстрации, подбирали карты, подходящие по тому или иному периоду историю. То есть, мы, авторский коллектив, свою задачу выполнили. Подготовили тексты пяти учебников по истории Дагестана. Теперь дело за Министерством образования Дагестана, которое должно заключить договор с издательством просвещения в Москве, центральное издательство. И надеемся, что наше министерство окажется на высоте. И учебники, уже подготовленные нами, в сентябре 2019 года поступят в дагестанские школы. Пока одни работники пополняют сокровищницу знаний новыми книгами, в фонде восточных рукописей бережно следят за древними изданиями. Здесь собраны труды на арабском языке, которые сотрудники фонда в ходе археографических экспедиций собирали по всему Дагестану, начиная с 40-х годов прошлого века. На сегодняшний день здесь хранится более 3000 рукописей арабоязычных. Это самая крупная на Северном Кавказе книжная коллекция арабоязычных рукописей. Уже оцифровано более 1200 рукописей. Идет процесс, но наши сотрудники выезжали в Объединенные Арабские Эмираты, где стажировались в течение месяца. Они потихоньку улучшают свои навыки по реставрации. Более 10 рукописей уже отреставрировано. В этом направлении идет последовательная плавномерная работа. 8 февраля для них обычный рабочий день. Научный поиск идет всегда. И труд ученого – это каждодневные поиски и исследования. Именно по такому принципу и работают сотрудники ДНЦРАН. Хочу поздравить всех дагестанских ученых, всех исследователей с этим замечательным праздником. Пожелать им дальнейших успехов в науке, благополучия, счастья и творческих успехов. Луиза Раджапова, Салман Китихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Это была вся информация в этом выпуске. Всего доброго, удачных вам выходных и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин